МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет на канале Удачман. Сегодня мы с вами продолжаем тему нелегальных мигрантов из различных стран в Германию. И вот вам еще один вопиющий случай, получивший недавно огласку, произошедший в земле Бранденбург на границе с Польшей. И федеральная полиция Германии отправила семью из пяти афганцев обратно в Польшу. Дональд Таск заявил, что это очень вопиющий случай, они его акцептировать не будут, и поэтому он в ближайшее время собирается разговаривать с канцлером Олафом Шольцем. А теперь подробности. 14 июня этого года федеральная полиция на границе между Польшей и Германией остановила семью из пяти афганцев, папа-мама, трое детей, с бумагами, по которым они являются беженцами, получившими статус беженца в Польше. У детей детские бумаги на статус беженца в Польше. Внятно объяснить они никак не смогли, что они хотели в Германии. Они просто хотели попасть сюда, в страну, потому что здесь лучше, чем в Польше. Немецкая полиция просто-напросто посадила их всех в машину, развернула и вывезла обратно в Польшу, рядом с городом Осинов-Дольный, и высадила их на одной из стоянок, развернулась и уехала. Естественно, этому происшествию были свидетели с польской стороны, они тут же позвонили в полицию, что немцы привезли каких-то афганцев, бросили и уехали. Но они уехали не просто так. Они уехали вместе с матерью этих афганцев, потому что якобы одному ребенку было плохо, и нужно было позвонить или в аптеку, или в больницу, чтобы взять рецепт для лекарств. Ну, она забыла свой телефон на службе у немецких полицейских. Поэтому мать забрали, привезли обратно в городок Альт-Медевиц, это в Германии. Вернули ей ее сотовый телефон и вывезли обратно в Осинов-Дольный, оставив ее там. Развернулись и уехали. Почему немецкая полиция поступила так? Потому что, когда афганская семья приехала на границу и хотела проникнуть дальше на территорию Германии, не обосновав своего путешествия никакими причинами, они сделали, немецкая полиция, сделали запрос польской полиции, польской погранстражи с просьбой прояснить ситуацию. В течение многих часов польская погранстража, а также польская полиция не давала о себе знать и вообще никак не реагировала на следующие звонки со стороны федеральной полиции Германии. Поэтому немцы приняли решение просто-напросто эту семью вернуть обратно туда, откуда она приехала. Естественно, это не понравилось тем, кто вот так вот транзитом пихнул их дальше, с глаз долой сердцовом, и это получило широкую огласку. Причем Дональд Таск очень сильно был возмущен таким вот вопиющим случаем. А теперь немножечко давайте посмотрим правде в глаза. Ведь многие страны так делают, дают статус временного беженца или временный статус беженца людям в своей стране, для того, чтобы те от пункта А в пункт Б спокойно пересекли их страну и потом пихнулись через границу в Германию или в Австрию. Многие страны так делают. Но когда этим странам указывают на их вот это вот паскудное поведение, они тут же начинают кричать, что это не мы виноваты, это вы виноваты, вы нам пихнули этих людей, мы от них хотели избавиться, а вы их пихнули нам обратно, забирайте их к себе, потому что нам они не нужны. Так ведь и нам они тоже не нужны. Вы посмотрите в последнее время, сколько стало вот этих вот террористических актов, в которых именно задействованы афганские граждане. Афганские. Ну, по крайней мере, с афганскими бумагами. Может быть, они какие-то таджики, может быть, они туркмены, может быть, они какие-то радикальные исламисты из Ирака или из Ирана. Я не знаю, но у них афганские бумаги. И в связи с этим немецкая федеральная полиция поступила вполне правильно. Если поляки, отправив вот этих вот афганцев на территорию Германии, думали легко вздохнуть и не отвечать на запросы немецкой полиции, почему эта семья так свободно пересекла границу с Польшей в Германию, ну, они в этом ошиблись. Федеральная полиция терпела, терпела и в течение, по-моему, 7 или 8 часов ждали ответа от официальных властей, от официальных служб из Польши по поводу этой семьи. Не получив ответа, они выдворили эту семью обратно. А теперь слово за вами. Правы ли были федеральные полицейские Германии, поступив таким образом с семьей нелегальных мигрантов, путешествовавших транзитом из Польши в Германию, чтобы здесь получать социал или получать бюргер-гюргер, или, может быть, совершать что-то противозаконное. Дело за вами. Как вы считаете, поступили ли немцы правильно или поступили они неправильно? Ну, а я буду держать вас в курсе событий и дальше. Всем удачи. Пока.